На уходящей неделе Конституционное совещание завершило свою работу и написанный проект Конституции передается в Диорку Генеш. Первую встречу в качестве президента страны Диапаров провел с главами международных организаций и заверил их, что Кыргызстан будет выполнять все свои международные обязательства. После инаугурации Диапаров встретился с зампредом правления Евразийского банка развития под Гузовым, который сообщил, что банк готов помогать в экономической модернизации Кыргызстана. Диапаров также принял зампреда правления российского «Газпрома» Маркелова и обсудил вопросы газификации регионов Кыргызстана. С Маркеловым встретился и его премьера Новиков, обсудив возможность снижения цен на газ. Новиков также встретился в Бишкеке с председателем Евразийской экономической комиссии Мясниковичем, который тоже прибыл на инаугурацию Диапарова и обсудил с ним вопросы устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле между странами ЕАЭС. Вице-премьер Сабиров обсудил со спецпредставителем ЕС Бурьяном инициативу проведения в Бишкеке первого экономического форума Евразийский союз «Центральная Азия». Садыр Диапаров дал британской газете Financial Times интервью, в котором сказал, что гражданское общество неоправданно обвиняет его в попытках узурпировать власть. Диапаров подписал первые пять указов. Они касаются духовно-нравственного развития и физического воспитания личности, новой кадровой политики, защиты собственности и поддержки предпринимателей и инвесторов, улучшения миграционной ситуации, а также реформирования горнодобывающей отрасли. В индексе Международной организации Transparency International по чистоте от коррупции за 2020 год Кыргызстан получил 31 балл из 100 и занял 124 место из 180 стран мира. Задержали бывшего главу ГКНБ Сегисбаева в рамках дела о Белизгете и водворили в СИЗО на два месяца. Попал в СИЗО и экс-замминистр МВД Курсан Асанов, которого обвиняют по статье «Захват зданий и сооружений». Он, как и Сегисбаев, был кандидатом в президенты на прошедших 10 января досрочных президентских выборах. Верховный суд оставил в силе приговор в отношении Аиды Соляновой по делу о продлении адвокатской лицензии Елисеева в 2010 году. Она теперь до сих пор остается виновной. Число заразившихся коронавирусом в стране достигло 84,5 тысяч, а количество умерших уже больше 1400 человек. Вице-премьер Сура Балдиева и зам. председателя правительства России Голикова обсудили по телефону эпидемическую ситуацию в двух странах и взаимодействие Министерства здравоохранения Кыргызстана и России. Сура Балдиева также обсудила с послом России Удовиченко вопросы вакцинации населения от ковида. Два экс-вице-премьера Аида Исмаилова и Алтынай Эмирбекова дали показания в Финполе о получении и распределении международной гуманитарной помощи в связи с пандемией коронавируса. Джорг Кугенеш избрал новым вице-спикером Садыгалиева вместо ушедшего в декабре в отставку Туребаева. Юрист Вахитов обратился в генпрокуратуру с ходатайством возбудить уголовное дело по факту смерти 25 июля прошлого года правозащитника Азимджана Аскарова. Финпол задержал двух сыновей экс-премьера Хуанчпека Джумалиева. Они получили от немецкого инвестора оборудование на миллион долларов, однако заплатили только 200 тысяч. Задержали бывшего президента компании Манас Менеджмент Белекова в рамках расследования коррупционной схемы по предоставлению льгот иностранным компаниям. Статсекретаря Минтранса Эрмека Мамаркалиева вновь выдворили в СИЗО ККНБ. Ранее он был выпущен под домашний арест, так как возместил частично нанесенные государству ущерб. Ио мэра Бишкека Тюлюбаев сообщил, что на месте ресторана Нарен построят многопрофильный центр по турецкому проекту с гостиницей и торговым центром. На 87-м году жизни скончался народный поэт Рамис Рысколов. Его похоронили на Аларчинском кладбище. Фильм «Акркагэч» Бакэта Муколу и Дастана Дяпарулу выиграл гран-при на кинофестивале «Бангладеш». Бишкеки в Доме кино вручили награды лауреатам международных кинофестивалей, режиссерам фильмов «Наследие», «Учитель», «Дорога в Эдем», «Шамбала», которые в последние два месяца удостоились международных призов. Вице-мэр Айджан Ченныбаева заявила, что в Бишкеке необходимо построить 30 музыкальных школ. Коллектив Остского музучилища имени Незалы выступил и против Ильяза Ташпулот-Улу, которого назначили директором после отказа Самары Каримовой. Певица Анжелика, две ее дочери и родственница, бывшая за рулем, попали в ДТП на Иссыкуле и получили многочисленные травмы. В Джунгальском районе прошел ежегодный хоккейный турнир на открытом воздухе. Продолжение следует...